Вьетнам Вьетнам. С чем большинство приморцев ассоциируется эта страна? Старшее поколение наверняка сразу вспомнит стихийные вещевые рынки и тапочки вьетнамки, популярные в конце прошлого века. Молодое, доступный туристический отдых на курортах. Однако в истории дружбы России и Вьетнама в Владивостоку отведена далеко не последняя роль. В июне нынешнего года исполнилось 100 лет с того дня, когда Хо Ши Мин, вьетнамский революционер, государственный, партийный, военный деятель, впервые прибыл в Советский Союз. Этот портовый город также считался местом спасения выдающегося лидера вьетнамской нации от преследования французских колонизаторов. В то время, когда он пытался найти способ спасти свою страну и освободить нацию от иго господства. Первое его пребывание в СССР продлилось около полутора лет и оказалось очень даже деятельным. Однако давайте обо всем по порядку. Хо Ши Мин сбегал из своей страны еще до ее освобождения от колониальной зависимости. Несколько раз, бывая во Владивостоке, он инкогнито останавливался в гостинице Версаль. Ученый-вьетнамист Александр Соколовский рассказал, что Владивосток являлся одним из самых безопасных и удобных городов для президента Хо Ши Мина, поскольку отсюда он мог быстро и беспрепятственно отправиться в Китай и вернуться из Китая обратно в Советский Союз во время своей подпольной деятельности. Несколько лет назад во Владивостоке, в сквере на улице Борисенко 4, открыли памятник Хо Ши Мину, первому президенту социалистического Вьетнама и борцу за его независимость. Памятник Владивостоку подарила вьетнамская сторона в знак дружбы народов. Памятник выполнен известным владивостокским скульптором Петром Чагадаевым. Композиция представляет собой мраморный постамент в виде трибуны, за которой стоит бронзовый бюст товарища Хо Ши Мина. Он смотрит вперед и держит открытую страницу книги, которая лежит на трибуне. Надпись на торце трибуны гласит «Президент Хо Ши Мин – герой национального освобождения Вьетнама, выдающийся деятель культуры». В 2008 году Генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке совместно с Администрацией Владивостока и Приморским краевым обществом «Дружб с Вьетнамом» установило мемориальную доску на здании железнодорожного вокзала. Надпись на доске гласит «С 1924 по 1934 год город Владивосток неоднократно посещал выдающийся деятель международного и национально-освободительного движения Хо Ши Мин, заложивший прочную основу российско-вьетнамской дружбы». Зимой 1923 года у Хо Ши Мина взял интервью репортера журнала «Огонек». Он написал очень интересный очерк, который назвал «Нгуэн Ай Кок» в «Гостях у комментира». Очерк завершался такими словами. Врожденным тактом и деликатностью дышал весь облик «Нгуэн Ай Кок». Он дышит культурой, не европейской культурой, может быть, культурой будущего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok